Здравствуйте! Это программа 112 в студии Юлия Гаврюшина. Я расскажу о происшествиях за прошедшую неделю. На минувшей неделе на территории региона зарегистрировано 217 происшествий. Из них 9 преступлений, из которых 6 раскрыто, по трем проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление. Привлечено к ответственности 58 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Установлено местонахождение одного лица, находящегося в розыске. За неделю произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Пострадал один человек, причинен материальный ущерб. Так, 7 апреля 2018 года, около 10 часов 10 минут, в районе дома номер 21 по улице Пионерской водитель иномарки совершил наезд на пешеходов и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Сотрудниками госавтоинспекции в ходе поисковых мероприятий водитель был задержан и при освидетельствовании установлено, что он управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее уже лишенным права управления. В действиях мужчины 94 года рождения усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 264 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получила женщина, которая доставлена в приемное отделение окружной больницы для оказания медицинской помощи. Госавтоинспекторы напоминают автомобилистам Ненецкого округа о повышении внимания на дороге. В связи с изменением погодных условий сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей к соблюдению правил дорожного движения, скоростного режима, дистанции между автомобилями, проезда перекрестков и пешеходных переходов, а также водителям необходимо избегать резких маневров при управлении транспортным средством. Особое внимание необходимо обратить на безопасность детей на проезжей части и на пешеходных переходах. Для видимости ребенка на дороге родителям необходимо к одежде или к портфелю прикреплять световозвращающие значки – фликеры, которые можно приобрести в автомобильных магазинах. Кроме того, в целях предупреждения несчастных случаев травм, связанных со сходом снега с крыш, полиция округа призывает граждан быть более внимательными и не парковать автомобили вблизи жилых домов и строений. За одни только сутки на территории города и поселка искателей повреждено 12 машин в результате схода снега с крыш. В марте 2018 года в одной из школ города Наринмара произошло хищение мобильного телефона у учащейся. Оперуполномоченными отдела уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий лицо, совершившее хищение, установлено. Им оказался 16-летний подросток, обучающийся в этом же учебном заведении. Полицейским несовершеннолетний рассказал, что он беспрепятственно зашел в гардероб школы и, обнаружив в одной из курток мобильный телефон, забрал его и в дальнейшем распорядился им на свое усмотрение. Дознавателем управления по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет. В другом случае в дежурную часть окружной полиции поступило сообщение о том, что неизвестное лицо, разбив стекло в окне, проникло в производственное помещение организации поселка Искателей и похитило имущество в виде комплектующих от компьютера и кабеля от сварочного аппарата на общую сумму свыше 20 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в течение дежурных суток лицо установлено. Им оказался житель поселка Искателей, ранее привлекавшийся к ответственности за совершение аналогичных преступлений. Мужчина полностью признался в совершенном преступлении и из его квартиры изъяли похищенное имущество. Следователем управления в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по пункту Б части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и водворен в изолятор временного содержания. В феврале 2018 года дознавателем управления возбуждено уголовное дело по статье 264 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию в отношении жителя нашего региона, управлявшего повторно транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый в совершении данного преступления мужчина предпринял попытки скрыться от органа дознания, вследствие чего объявлен федеральный розыск. Оперативниками он задержан и доставлен в окружную полицию для проведения процессуальных действий, по окончанию которых уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. 8 апреля около 3 часов ночи в дежурную часть управления поступило сообщение о том, что в ночном клубе города Наринмара троим посетителям, в числе которых находилась девушка, стало плохо, и они доставлены в окружную больницу с похожими диагнозами – алкогольное опьянение, кома и помещены в реанимационное отделение. Полицейскими установлено, что все молодые люди стали участниками конкурса, проводимого в клубе, по условиям которого соревнующимся требовалось выпить коктейли общим объемом примерно 750 мл за одну минуту. Сотрудниками полиции с места происшествия изъята вся алкогольная продукция и проводится проверка. В настоящее время все пострадавшие пришли в сознание. Стражи порядка призывают жителей округа воздерживаться от чрезмерного употребления спиртного, как при нахождении в развлекательных заведениях, так и находясь в гостях и у себя дома. Сохранность своего здоровья – в первую очередь задача самого человека. С 27 по 30 марта сотрудники окружной полиции под руководством заместителя начальника ОМВД подполковника внутренней службы Сергея Сахарова осуществили выезд в ряд населенных пунктов, расположенных на западе Ненецкого автономного округа. Помимо вопросов непосредственной организации деятельности сельских участковых оценке подверглось текущее состояние материально-технического обеспечения, для укрепления которого в населенные пункты доставлена организационная техника, многофункциональное устройство, компьютеры и другое. Особое внимание в поездке уделено вопросам внешнего взаимодействия, насущных вопросов деятельности участковых полномоченных полиции, что стало предметом обсуждения с главами муниципальных образований. 5 апреля в школе номер 5 города Наринмара в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2018» состоялась беседа начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Евгения Солоновича с учащимися. Всего на встрече присутствовало более 200 детей из старших классов. Школьникам разъяснены правовые последствия потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства, а также ответственность за участие в их незаконном обороте. Такие беседы проводятся для повышения уровня осведомленности населения о пагубном воздействии наркотиков на человека и в целях предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних. 6 и 7 апреля на лыжной базе спортивной школы «Труд» проводились лыжные гонки «Северное сияние». Правопорядок охраняли 8 сотрудников управления и представители отдела Росгвардии. 7 апреля в поселке Нельминос в рамках празднования Вороньего дня прошли гонки на оленях. На охране общественного порядка задействованы трое сотрудника полиции. В ночь с 7 на 8 апреля в городе Наринмарий поселке Искателей прошло богослужение и крестный ход, посвященный празднованию Пасхи Господней. Общественный порядок охраняли 23 сотрудника управления при взаимодействии представителей отдела Росгвардии и добровольной народной дружины. Все мероприятия прошли без нарушений правопорядка. 6 апреля в Управлении МВД России по Нинскому автономному округу состоялось торжественное мероприятие, посвященное 55-летию образования следственных подразделений в структуре органов внутренних дел. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года право производства предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка, позднее переименованному в МВД СССР. Введение указа в действие и положило начало официальной деятельности следственного аппарата органов внутренних дел. С профессиональным праздником сотрудников следственного подразделения поздравил начальник управления, полковник полиции Олег Яковлев, вручив отличившимся сотрудникам награды и памятные медали и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и дальнейшей плодотворной работы на благо округа и Отечества. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть управления МВД России по Ненинскому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.